Народный контроль как ключ к правопорядку. Расширенная встреча президента Абхазии с Общественной палатой страны. Лейтенанты равнения на знамя. Очередной выпуск Высшего Сухумского общекомандного училища. Живописи, география по мотивам Искандера. Третий международный фестиваль культуры. Стоянка человека. Завершение. Общественные советы как инструмент контроля и правопорядка. С целью создания системы действенного общественного контроля предложено организовать Общественные советы при МВД и Генеральной прокуратуре. Инициатива выдвинута в ходе вне очередного расширенного заседания Общественной палаты, в котором принял участие президент Рауль Хаджимба, а также руководство правоохранительных структур. Подробности у моей коллеги Иланы Казанба. Последние громкие преступления в стране, а именно изнасилование малолетней девочки, последующее убийство ее сестры, обстрел гражданина в Сухуме, убийство в Гагри и взрыв во дворе столицы, мало кого оставили равнодушным. Эти громкие преступления, количество которых для временного промежутка абсолютно рекордное, побудили Общественную палату к скорейшему реагированию. В начале работы собрания состоялось активное обсуждение. По мнению большинства присутствовавших, проблема в том, что наше общество привыкло к безнаказанности. Самые тяжкие преступления зачастую так и не доходят до суда, а многие, достучавшись до Фемиды, получают оправдательные приговоры. Член Общественной палаты Данил Убирия отметил, что наказание за тяжкие преступления надо ужесточать, а заключенных и вовсе отправлять отбывать тюремные сроки за пределы республики. Можно было бы включить, но это еще не нужно, двусторонные ведомства и переговоры это вести, чтобы заключенный, совершивший ясное преступление, не в первый раз, а многоразовый, мог бы отбывать свое наказание там, где отбывают самые, как сказать, отбывающие наказания строгая Российской Федерации. В результате обострившейся криминогенной обстановки в стране в обществе и социальных сетях все чаще звучат призывы к свершению самосуда над виновными. Член Общественной палаты Надежда Венедиктова считает подобные заявления недопустимыми. Лишь верховенство закона и равенство всех перед ним помогут в достижении главной цели – построении сильного государства, убеждена Венедиктова. Возврат к традиционному праву невозможен. Только устойчивое развитие закона приведет к устойчивому развитию. Вот в русле этого как раз мы должны обсуждать то, что должны создаваться общественные советы при МВД, при Генпрокуратуре. То есть вместо традиционного права должно быть участие общественности, сильных, уважаемых лидеров общества. Только так мы достигнем той гармонии, которые необходимы для создания нормального современного правового государства. Солидарна с такой позицией Ильяна Кварчелия. Эксперт отметила, что сегодня общество с недоверием относится к правоохранительным органам. И это справедливо имеет место быть, считает член Общественной палаты. Свою позицию она объяснила на примере недавнего ареста матери, жестоко убитой в 2013 году девочки Виржиной Сурминеля. Да, она отреагировала эмоционально, она оскорбила физически. Представителя правоохранительного органа, по-моему, прокуратуры, это, конечно, нельзя этого делать. Но с учетом того, в каком эмоциональном состоянии находила эта женщина, вот такую меру пресечения выбирать и посажать его под стражу, мне кажется, это имеет, это вот тоже такой показательный случай. Вот в данном случае такая жесткость проявлена по отношению к женщине, которая находится в таком эмоционально подавленном состоянии. И в то же время мы же знаем, что у нас люди, которые обвиняют в тяжких преступлениях, им их подпоручительство депутатов отпускают на лечение и прочее, прочее. Люди это видят, и общество перестает верить в то, что все равны перед законом. На данном этапе существующая законодательная база вполне способна обеспечить правопорядок в республике, считает между тем Сократ Джинджолия. Вопрос за главным – привлечением к ответственности всех правонарушителей без исключения. Неотвратимость наказания – это единственный, самый главный принцип борьбы с преступностью. Если избирательный подход применять, то, конечно, мы никогда не покончим с тем, что творится вокруг нас. Неотвратимость наказания – малое, большое, и тут не нужны какие-то огромные сроки, огромные штрафы. Во встрече также приняли участие руководители ряда правоохранительных органов страны. Генеральный прокурор Зураб Ачба рассказал о ходе следствия по делу об изнасиловании малолетней девочки в Нижней Шере. По его словам, все необходимые мероприятия проводятся в срок. Подозреваемый в преступлении Астамур Джакуа сейчас находится под стражей. Дальнейшие действия правоохранителей зависят от результатов ряда экспертиз, которые в данный момент проводятся на территории России. Генпрокурор также заверил, что виновный в этом преступлении понесет заслуженное наказание. Вместе с тем, со следствием неохотно сотрудничают родственники потерпевшей Джагамазия. По словам Зураба Ачба, упущено драгоценное для следователей время. Кроме того, генпрокурор сообщил, что накануне в их распоряжение поступил автомобиль подозреваемого в изнасиловании. В этой связи мне непонятно, почему все на этом пытаются какие-то спекуляции. Тут нет ничего, кроме того, что чистое расследование идет. Информацию подобного рода мы даем пресс-службе информацию. И понятно, что в ходе следствия есть такие моменты, которые мы все не можем говорить, все не можем озвучивать. Машину нам только вчера подбросили, почти подобную прокуратуру. Родственники только вчера нам принесли вещдоки, биоматериалы. Это говорит о чем? Не потому, что следствие не хочет ее и не может, потому что вовремя нас родственники не поддерживают, выражая то, что недоверие к нам, на о ком основании спрашиваться. Человек был задержан в первый же день, он санкционирован. Мы ведем переговоры с ними, каждый к нам приходит, и только вчера они нам это привезли. Упущенное время 10 дней. Также генеральный прокурор проинформировал о ходе следствия по делу об убийстве гражданина Сулаберидзе в Гагре. Было совершено преступление, убийство. Сегодня распространены услуги о том, что прокуратура, учитывая то, что он является братом сотрудницы прокуратуры, пытаются привезти его из дела. Я вас уверяю, нет такого и быть не может. Более того, он распространил слабану, чтобы его сдать органам. Милиции сегодня он находится в задержанном СИЗО. Продержанное ему обвинение убийства. Бросить все силы на укрепление правоохранительных структур, в частности МВД, предложил депутат Батал Топагуа. Он считает, что только сильное министерство, подкрепленное квалифицированными кадрами, оснащенное материально-технической базой и специальными лабораториями, может дать нужный эффект. По его мнению, сегодня государство стоит у опасной черты. Может быть, нам стоит отказаться от какого-то строительства, ремонта и так далее, и создать серьезное ведомство. Возможно провести некоторые... Потому что у нас служба безопасности имеет очень хорошие специалисты. Нам нужно общими усилиями создать мощное министерство, которое возьмет... Это, мое точное зрение, возможно, как бы другие варианты. Но если мы это не сделаем, мы просто не сохраним. Идея создания общественных советов изначально исходила от главы государства Рауля Хаджимба. Президент Абхазии убежден, что общественный контроль необходим на самом высоком уровне во всех правоохранительных структурах. Кто нам запрещает сегодня, вот в том сегодняшнем формате, общественной палате, начать контроль работы и проведения следствия и прокуратуре, и в МВД, и все те действия, которые совершаются для того, чтобы в полной мере довести до логического завершения всю эту работу. Никто не мешает. Впоследствии, конечно, то, о чем мы с вами говорили по поводу создания общественных советов, это нужно делать. Резюмируя встречу, ее участники обсудили возможные критерии при создании общественных советов. По их мнению, в их составе должны быть наиболее авторитетные и принципиальные граждане страны, лучшие представители творческой интеллигенции, ветеранских организаций, правозащитники, общественные деятели, независимые журналисты. Членов общественных советов следует наделить соответствующими полномочиями, позволяющими им осуществлять гражданский контроль над деятельностью правоохранительных органов. Окончательный вариант проекта будет проработан общественной палатой, после чего для утверждения его представят президенту страны. Продолжаем выпуск о внешней политике. Грузия вновь сорвала принятие совместного заявления о приверженности к неприменению силы. 40-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье проходил с 20 по 21 июня в Женеве. Абхазскую делегацию возглавил министр иностранных дел Даурковы. Как сообщает пресс-служба МИД страны, основное внимание традиционно было уделено работе над выработкой совместного заявления о приверженности к неприменению сил, а также принятию 1 июня на заседании Генеральной Ассамблеи ООН с подачей Грузии политизированного проекта резолюции по беженцам. Принимая во внимание неконструктивный подход грузинской стороны, абхазской и юго-осистинской делегациями, в обеих рабочих группах было распространено совместное заявление, где обозначена неприемлемость обсуждения проблематики беженцев в рамках 2-й рабочей группы. Проведение следующего 41-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 10-11 октября. Между тем, в Галтском районе, в районе села Сида, 22 июня, обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Произошло это в ходе проведения сотрудниками Службы госбезопасности Республики Абхазия и пограничным управлением ФСБ России в Абхазии совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы. Как сообщает пресс-служба СГБ Абхазии, схронно изъято один автомат Калашникова и боеприпасы к нему, ручной гранатомет, пулемет Калашникова и другие виды оружия и две самодельные маски для сокрытия лица. Проводится комплекс оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному схрону. Лейтенанты равнения на знамя. Восемь молодых офицеров выпустило сегодня Высшее Сухумское общекомандное училище. На протяжении четырех лет проходила их служба и учеба в СВОКУ. В столичном парке «Славы» прошла церемония прощания со знаменем и вручением государственных дипломов. Подробнее Анастасия Никонова. Эти восемь молодых офицеров – выпускники Сухумского высшего общекомандного училища. На протяжении четырех лет они проходили подготовку для службы в Вооруженных силах республики. И сегодня по окончании учебы перед нами квалифицированы специалисты по программам среднего военного и высшего гражданского образования. Для нас всех это огромный праздник. Сегодня мы поставим в строй восемь молодых образованных офицеров, которые в дальнейшем будут заниматься нашим молодым пополнением, воспитанием подрастающего поколения, готовить их к службе. И я надеюсь, что все, что мы дали им в нашем училище, они будут использованы только в мирных целях. Стоит отметить, что учебу в СВОКУ четыре года назад начинали более 30 молодых людей. Но окончить высшее общекомандное смогли лишь восемь. Сегодня в торжественной обстановке в столичном парке «Славы» молодым офицерам вручили дипломы. Приказом министра обороны Мираба Кишмаря выпускникам присвоено первое офицерское звание – лейтенант. Учебный вручили дипломы. Пришли на вручение дипломов и родные выпускников, которые все годы службы и учебы поддерживали и переживали. Но сегодня их переполняет чувство гордости. Отец молодого офицера Гурам Лагвилава в словах напутствия пожелал молодым офицерам быть настоящими защитниками Родины и честно служить Отечеству. Поздравил выпускников с успешным завершением учебы начальник генерального штаба вооруженных сил Абхазии Анатолий Хрулев. Генерал-полковник отметил, что перед новоиспеченными офицерами открываются большие перспективы в службе. Хочется пожелать, что это первое ваше офицерское звание было стартом для присвоения и получения последующих воинских званий, продвижения по службе. В течение месяца молодые офицеры будут находиться в отпуске и затем приступят к своим служебным обязанностям по месту распределения. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. К другим темам. Летний рейс. Поезд из Адлера в Гагру и обратно начнет курсировать с 1 июля. Как сообщает спутник, пригородный поезд будет ходить два раза в день. Согласно расписанию, утренний рейс будет отправляться из Адлера в 7.46 с прибытием на станцию Гагра 0.9.41. По словам источника, пограничный контроль на станции «Веселый» будет длиться полчаса. Абхазские пограничники будут проводить процедуру контроля по пути следования поезда по абхазской территории. Меценатство «Двигатель спорта, науки и культуры». Проект стипендии «Аквафон» живет и развивается. В этом году первый мобильный оператор Абхазии взял на себя обязательство оказывать ежемесячную финансовую помощь четырем ведущим спортсменам-вольникам республики – Асланбеку Гвараме, Осману Куртоглы, Иналу Джопу и Георгию Адлиба. Репортаж Виолы Барганджи. Благотворительную программу учреждений именных стипендий первого мобильного оператора «Аквафон» проводят с 2006 года. С того времени и по сегодняшний день лучшие студенты Абхазского государственного университета ежемесячно поощряются компании. Между тем, финансовая помощь, позволяющая талантливой молодежи Абхазии развиваться и достигать новых высот, оказывается не только в сфере образования. «На сей раз мы решили трансформировать эту выдачу стипендий в спортивное русло и поддержать ведущих вольников республики Абхазии, членам спортивного клуба ЦСКА, который находится в Москве, это Асланбеку Гвараме, это Инал Джопу, это Куртоглосман и Адлиба Георгию. Мы искренне верим и надеемся в то, что наш вклад поможет этим ребятам добиться больших успехов и достойно представлять нашу страну за рубежом и также заменить таких именитых спортсменов, как Денис Саргуш. Задача поддержать спортивную молодежь, вовлечь здоровый образ жизни и других молодых ребят и девушек является важной частью деятельности компании. Сами спортсмены понимают, что без поддержки со стороны путь к победе становится еще сложнее. Аквафон постоянно помогает нам, всегда откликивается на наши просьбы. Экипировку дали, после этого много раз чем помогали, вот сейчас финансируют нас. Мы постоянно в разъездах и это важно очень, очень сильно важно, то, что они делают такой вклад. Хотелось бы им сказать огромное спасибо. Такое поощрение молодежи республики еще больше стимулирует и вызывает интерес к занятиям спортом. Этим спортом я уже, естественно, когда начал заниматься, понимал, что это уже трудный путь, который надо достичь своих целей. Выступал на чемпионате мира и стал бронзовым призером. Еще стоят цели также в мир, выиграть Европу. Не остаются без внимания компании и спортсмены, проявившие себя в других видах спорта. Так можно сказать об Амине Анышба, абхазской теннисистке, за успехами которой Аквафон активно следит. Все это место для компании Аквафон – это некий такой вклад в будущее нашей молодежи. И мы верим, что когда-нибудь, где-нибудь эти ребята будут представлять не просто там себя лично, но и достойно представлять нашу Абхазию. Желаем им преодолеть этот тяжелый путь и двигаться только вперед. Без сомнения, можно сказать, что спортсмены Абхазии не останутся без необходимой помощи. Ведь сегодня первый мобильный оператор страны, компания Аквафон, вносит значимый вклад в развитие спорта в Абхазии. Виола Барганджи, Торни Камичба, Абаза ТВ Культура. Третий международный фестиваль культуры имени Фазилия Искандера подошел к концу. Последний фестивальный день был насыщен событиями. С утра в Сухумском доме юношества прошел конкурс детских рисунков по мотивам рассказов о Чике. А вечером от дома Фазилия Искандера по улице 4 марта стартовала литературная экскурсия «Сухумчик» по специально разработанному маршруту. Завершился вечер в Руздраме чтением отрывков из произведений Искандера в исполнении детей и актеров театра. Продолжит наш корреспондент Надежда Боровикова. Организаторы третьего международного фестиваля культуры имени Фазилия Искандера постарались максимально привлечь к участию детей. С утра в Сухумский дом юношества пришли молодые художники из студии Марии Пилия, школы Айнар и художественного училища, чтобы поучаствовать в оригинальном конкурсе. Формат этого конкурса довольно необычен, потому что мы сегодня читаем Фазилия Искандера, а потом уже рисуем. То есть прямо тут все на месте происходит. И чтение отрывков из произведений, очики, и сам конкурс непосредственно. Рассказ о море. Я не помню, когда научился ходить. Зато помню, когда научился плавать. Плавать я научился почти так же давно, как и ходить. Но научился сам. А кто учил меня ходить, неизвестно. Полчаса дети сосредоточенно слушали отрывки из рассказов о чике, представляя образы, которые потом перенесут на бумагу. Отрывки совершенно разные, поэтому пространство для полета фантазии было не ограничено. Ну, было много вариантов, но я решил нарисовать море. Видно горе, море, небо, облака, солнце. Я их запросила на своем рисунке «Хочу я в горы». Это стихи Фазилия Искандера. Мне они очень нравятся, так как горы меня вдохновляют. Я сама люблю горы. И вот я запросила горы, водопад и природу. Мне понравилось, как Искандер описывает природу. Мне понравилось, как он написал, когда они ходили на море и свой дом. Я решила нарисовать эту картину. Члены жюри долго совещались, пытаясь определить три лучшие работы. Это оказалось настолько сложно, что призеров было выбрано семь. Во-первых, все работы очень хорошие. Во-вторых, выбирать очень сложно и, к моей точке зрения, невозможно, потому что каждая работа удивительная. В каждой работе есть что-то такое, чего нет другой. И приходилось выбирать просто по очень какому-то... Мы выбрали очень простой способ выбора. Это те работы, которые выполнены по рассказам детских фазелляй, которые попали в тему, которые раскрывают тему. Все дети получили грамоты, памятные призы и футболки с логотипом фестиваля. Семерым лучшим художникам подарили наборы для рисования и книги Искандера. Не обошлось и без фото на память возле той самой груши из рассказов о Чике. Около пяти вечера от дома Фазиля Искандера по улице 4 марта стартовала первая в своем роде литературная экскурсия, маршрут которой разработали на основе рассказов о Чике. Дом, детский сад и школа Чика, стадион, где вместе с босоногими друзьями он прогуливал уроки. На каждой точке неслучайного путешествия студенты филологического факультета АГУ зачитывали цитаты из произведений Искандера. Стадион находился рядом со школьным двором. И постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона, дядя Вася, который безошибочно нас узнавал. Даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью неугасающей сгадания. Вторая часть экскурсии прошла по набережной Махаджиров. От пингвина к скульптурам Чика и Ники, кафе Амра, где пил кофе сам Сталин. Дальше к читальне и Государственному русскому театру драмы, в этом году названному в честь мастера слова. Здесь Третий международный фестиваль культуры имени Искандера закрылся литературными чтениями отрывков произведений Фазилия Абдуловича. Чик учился хорошо, и все домашние гордились его учебой. Мало того, что они гордились его учебой, они постоянно ставили его в пример старшему брату, который плохо учился и плохо вел себя в школу. Родители постоянно вызывали в школу из-за его старшего брата. Иногда учителя сами приходили домой жаловаться на него. И вдруг Чик гордость тетушки сделал такое, что его родители вызывают в школу. Чик понимал, какой это будет для тетушки невероятный удар, вернее, какой это будет великолепный повод сыграть невероятный удар, который нанес ей Чик из-под тишка. В Искандеровских чтениях приняли участие и дети. Нестор Лена и Юра Алхазовы читали «Тринадцатый подвиг Геракла», а Артем Жордания – отрывок из рассказа «Чик и Пушкин». Папа Артема, заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания, исполнил песни на стихи Искандера. С урочищем зеленым споря сквозь заросли, сквозь булелон, река выбрасывалась в море, рыча летела на пролом. А над рекою камень тепил, но даже камень не был впуст. В него вцепился ижевики расплющены, зеленый вкус. Вечер в теплом кругу близких друзей пролетел незаметно. Те, кто лично были знакомы с Фазилим Абдуловичем, вспоминали забавные истории. А кураторы фестиваля отметили, что он сплошь состоял из премьер. Впервые абхазские студенты Щукинского института показали полноценный спектакль. Впервые абхазский зритель увидел фильм «Софичка» Киры Коваленко. Впервые была организована литературная экскурсия. И впервые звучали песни на стихи Искандера. Восторг, с которым отзываются об этих мероприятиях, зрители свидетельствуют, что все старания не напрасны. Третий год фестиваля, каждый раз это такое погружение. Стоянка человека продлилась три дня, и было много счастливых находок. Были географии расширились, дети включились, молодые включились. И я думаю, дальше будет больше, шире, интереснее. И как сегодня говорили про Искандера и Пушкина, мы с Леной как раз вспоминали о том, что он сказал про Пушкина, о том, что пушкинисты долго живут, потому что влияет это все как альпийский воздух. И, видимо, это относится к нему самому. Его творчество тоже влияет как этот самый воздух и придает нам больше сил. Закрывался фестиваль под звуки голоса самого Фазиля Искандера, читающего стихотворение «Свадьба». И только нахохлены старцы, и шепчется мне горячо, вы живы еще, очандарцы, так значит, мы живы еще. Что делать, и кохе примету, глотаю бензинный дурман, но только не музыку эту, не этот на пузе паян. Надежда Боровикова, Сосриква Агуха, Эдуард Таракелян, Абаза ТВ. Анонс праздника звука о концертах фонографа «Джазбэнд» в Абхазии рассказал на площадке «Спутник» заслуженный артист России Сергей Жилин. Материал наших корреспондентов. Сергей Жилин – один из самых успешных джазменов России, представляющих музыкальную культуру страны на высоком международном уровне. Совместно с музыкантами оркестра фонограф «Джазбэнд» Жилин привез в Абхазию особенную программу. Вреду много всяких разных произведений, в том числе и не настолько широко известные, как «Let it be», «Michelle» или «Yes, today». У нас в основном известные произведения в программе и смысл нашего представления, а я его называю именно так, я старался сделать музыкальный спектакль, у нас поставлен отдельно каждый номер. На сцене развернется музыкальный спектакль, где есть интрига, развитие, кульминация, абсолютно неожиданный уход на антракт и совершенно непредсказуемый финал. И по сцене движения, и по хореографии. И концептуально поставлена первая часть и вторая часть. То есть у меня сделано это так, что по законам музыкального спектакля, потому что музыка там играет, конечно, основной уровень, у меня есть начало, развитие, кульминация, окончание. И как окончание первого отделения, так и, так сказать, общее окончание всего концерта во втором отделении. Прошедшим накануне концерта в Гагре Сергеем Жилиным выступала участница детского голоса Милена Барцит. Девочка и сегодня выйдет на сцену в филармонии. В целом программа Жилина строится на женских голосах. Вокальные партии исполняют девушки, у нас две солистки, Ирина Братец и Нина Серова. И вся музыка Битлз исполнена, ну, как бы, женскими голосами. Как говорят такие, знаете, прожженные фанаты Битлз, говорят, ну, сначала это, конечно, как-то даже, не знаю, приводит в какое-то непонятное ощущение, а потом к середине первого отделения все, в общем, становится на места и не возникает никаких вопросов, почему это девушки, почему они поют. «Лэд Ит Битлз» вдохновит и удивит ценителей качественного звука, виртуозных аранжировок. Элеонора Гилаян, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ. На канале Абаза ТВ продолжается цикл «Культурное многообразие, богатство общества». Очередным сюжетом в нашем вечернем эфире в субботу, 24 июня, мы покажем историю о немцах, живущих сегодня в Абхазии. Репортаж снят в рамках проекта телестудия «Осарки». Немецкие поселения в Абхазии появились во второй половине XIX века. На этих холмах рядом с Сухумом еще в начале XX века располагались села Линдау, Гнаденберг и Найдуф. Сейчас немцы уже там не живут, но они живут в других городах и селах страны. Первое впечатление такое, что здесь работа не прекращалась ни на минуту в течение любых суток. Подкупил интерес людей к работе, насколько люди здесь были заняты своим делом и насколько они были заинтересованы в его результатах. Я никуда не поеду, я говорю, вот как будто я чувствовала, что вот мой сын погибнет, или вот так страшно мне стало. А она говорит, я тоже не хочу, она говорит, не надо, не надо, Валя, ты не плачь. Так они и остались в родной Петхунде и сегодня растят правдочек. В этой большой и гостеприимной семье говорят на разных языках, но родной немецкий бабушка не забыла. Новый сюжет из цикла телестудия «Сарки» вы увидите в субботу, 24 июня в нашем вечернем эфире. Сейчас о погоде в столице. В субботу, 24 июня в Сухоми небольшая облачность, температура воздуха днем 24, ночью 18 градусов выше нуля. Десять лет с вами. Еще раз напоминаем, в понедельник, 26 июня, Абаза ТВ отмечает десятилетие со дня первого эфира. Наш юбилей, как и каждый рабочий день за эти 10 лет, конечно, в первую очередь посвящен вам, телезрителям. Мы подготовили много различных интересных материалов, которыми будем делиться в эфире и на нашей официальной странице в интернете. Очередной блок поздравлений и историй наших бывших и нынешних сотрудников смотрите после выпуска новостей. А на этом пока все. Развитие событий на нашем канале и сайте Абаза.ТВ. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин